Татьяна, а как вы изменили мир фигурного катания? Наверное, в первую очередь, свой мир изменила. Пока Максим залечивал травму, я поступила в институт. Сейчас я учусь на спортивного менеджера, менеджмент спорта. А что за институт? В МГУ. В МГУ, да? Да. А есть какой факультет? Спортивный факультет у нас есть. А что такое спортивный менеджер? Это тренер или это не тренер? Нет, это именно уже организационный. А что это такое? Расскажите, пожалуйста. Организационные способности, тем более у нас школа открыта в Краснодарском крае, в городе Сочи, названа нашими именами. То есть Центр Волосожара Транькова по фигурному катанию. И хочется как-то, наверное, помочь в перспективе уже помогать именно развитию. На сайте про имена у нас есть такая традиция. Мы кошек приютских предлагаем зрителям нашим. У них, как правило, есть имя. Габриэл. Вот это Габриэл. Но если вам придет в голову какое-то другое имя. Как чемпионку Европы. Энергичное. Очень-очень. Вот я знаю, что вы тоже собачники, как я. Да, у меня больше собачников. Какая у вас собачка? У меня шпиц. Уже пять лет практически ему. Габриэл, посиди немножечко хотя бы, чтобы мы тебя попиарили. У меня у тебя потрясающе. А шпицы откуда? На этот подарок купили, нашли? Я купила, да. Максим помогал мне в выборе. То есть в 2010 году, в тот момент, как я переехала уже выступать за Россию, при смене гражданства, я решила завести себе питомца. Я прослушал, как зовут или вы? Декстер. Я еще не называла. А Декстер, да. Кстати, я же какое-то интервью ваше видел, вспомнил Декстер. Я подумал, это в честь сериала Декстер, да? Да, на то время. А вы фанат, слушай, Владимир Белый, беги, но твои шансы резко уменьшаются сразу. Но и впоследствии оказалось, что он такой... А, кстати, у вас вкусы совпадают, допустим, ну, если мы не животных говорим, а про телевидение, вам одни и те же нравятся? Фильмы, сериалы, все-таки мальчик, девочка, обычно разные жанры. Наверное, нет, здесь немножко наше мнение расходится все-таки, особенно в кинематографе. Да? Я люблю больше комедии, наверное, такие, ну, где-то и драмы, мелодрамы, триллеры, но... А мне всегда интересно, как вот спортсмены смотрят, ну, то, что называется спорт-драма. У нас почему-то мало снимается, да, про спорт, ну, это вот «Легенда 17», последняя, а на Западе очень много снимается фильмов про спорт. Вот вы как смотрите, как профессионалы или как просто зрители, или вы там какие-то нюансы для себя отмечаете? Честно говоря, не самый любимый мой жанр. Спортивная драма, да? Да. Вот, я, если вот так уж прямо вспомнить, я смотрел два из них, оба оскароносные «Малышка на миллион» из Туда, и иногда он... Это про бокс, да? Да, иногда он тоже про бокс. Ну, чаще всего у нас почему-то снимается про бокс. То есть знаю, что очень много есть очень хороших фильмов в Голливуде, действительно, очень интересных, и вот этих спортивных драм, но я, к сожалению, вот две смотрел, и помню, что «Нокдаун» меня вот прям поразил, что я его, правда, больше не пересматривал, но у меня прям были эмоции, я прямо болел за него там, то есть прям так переживал судьбу этого боксера, то есть в принципе положительно отношусь. Я считаю, что это очень хорошая пропаганда, прежде всего, если молодое поколение будет смотреть такие подобные фильмы, то многие пойдут из них в спорт, там, не будут там оставаться на улице или где-то тонуть в своих там субкультурах, да, то есть займутся там своим здоровьем, прежде всего, а возможно и будут защищать честь своей страны. Поэтому, конечно, это нужное дело, и очень правильно, что сняли эту легенду номер 17, и мы даже знаем, что команду-молодежку нашу вводили в Сочи во время Чемпионата мира среди молодежи по хоккею, ввозили специально смотреть этот фильм, то есть они очень вдохотворенные оттуда выходили. У нас хоккеисты в Сочи, кстати, удивили. Ну, это уже основная команда. Ну, молодежка, на тот момент они выиграли игру на следующий день после просмотра фильма. Да, американцев прям так выиграли. А, то есть пошло впрок, да. Да. Вы, наверное, вам стоили тысячу раз уже задавали эти вопросы, но, тем не менее, вы, вот, когда началась Олимпиада, какие-то прогнозы в целом там были или нет? Или вы вот настолько были погружены вот в свою работу, что не думали там, какое место будет у России? Прогнозы конкретно на нас или на Россию? И конкретно вас, и конкретно России, конечно. Ну, на нас, конечно, у нас было очень такое серьезное давление, и мы его чувствовали. Кто давил? Ну, общественности, пресса, и критики любителей фигурного катания, то есть все прям, то есть очень было немного страшновато читать, когда пишут, ну, в парном катании все понятно, Волжар Стройниковым выиграет. То есть, а мы понимали, что нам еще нужно кататься и доказывать. Вот. И, то есть, конечно, и не расслабиться, прежде всего. Вот. И, то есть, конечно, наши прогнозы, мы знали, что на нас, от нас ждут, и, то есть, и прям какая-то даже... Кто-то ждут, это понятно, а сами для себя вот внутри, вы как... Ну, мы просто были готовы выигрывать. Готовы выиграть. Да, вперед, Россия, там, за нас болели, как бы уже немножечко хорошего опыта набрались в тот момент. А, кстати, вот к вопросу про давление. В контексте вот всей этой, ну, печальной ситуации, которая сейчас там между Москвой и Киевом складывается, на вас давления нет? Вот, вы же четырежды чемпионка Украины. Пяти. Пяти, да? Пяти, да? Пяти, да, извините. Вот что вот, ну, типа, Татьяна, там, не знаю, слово, наверное, предала, наверное, не очень, но вот, типа, переметнулась. Не было такого? Да, знаете, наоборот, как бы, меня очень хорошо поддерживали и поддерживают Украина, и до сих пор болельщики пишут хорошие отзывы. И, что касается нас, мы никогда не касаемся политики, то есть, наше дело – это выступать, да, и доказывать... Да, но спорт – это тоже политика, вот это всегда было. Ну, на самом деле, даже если говорить о политике, то мы с Таней, наверное, яркий пример того, что могут эти две страны вместе сделать. Конечно, да. Как мы дружно живем, и какие у нас отношения, это видит весь мир, и, в принципе, наверное, это все, что можно по этому поводу сказать. А какие у вас отношения? Мы за мир. Вот наши слова и наш лозунг. Я просто помню, в одном из интервью вашего совета вы рассказывали, что у вас, ну, чуть ли не лучшая подруга, с которой вы, ну, из Киева по скайпу с ней общаетесь. И вы, когда вот со своими киевскими друзьями общаетесь, тоже избегаете, да, вот всех этих неудобных тем? Я, честно говоря, да, потому что я хочу сохранить дружбу и знаю, что со стороны Украины, возможно, своя идет информация, со стороны России другая, и, как бы, мы стараемся тему политики вообще не затрагивать и общаться именно чисто по женским вопросам и делам. Ну, хорошо, а когда мои коллеги с вами беседуют, тоже эти темы никогда не понимают? Ну, вот Максим правильно вещи сказал, да, что мы уже доказали все, что две страны могут только как бы в объединении, да, и помощь друг другу, а в основном мы стараемся это держать на стороне, потому что это не наше дело. Ну, честно говоря, даже новости стараемся не смотреть, все время переключаем, если идут эти новости, они, правда, сейчас практически углосуточно идут, но мы уже вот прямо переключаем, то есть или вообще перестали там включать телевизор, стали там уже в интернете смотреть какие-то фильмы, потому что, ну, ну, правда, уже мы устали от этой темы. А вы когда переключаете на танцы со звездами, не попадаете? Нет. Нет, да? Ну, мы сейчас болеем, конечно, за Аделину, за нашу подругу, за нашего боевого товарища, олимпийскую чемпионку, и ее танцы смотрим всегда. За долгую записи смотрели, да. По хоре каждый танец Аделины мы ждем. А вам не предлагали? Предлагали мне. Так, и почему? Ну, у меня есть лучшая самая партнерша в мире, зачем мне какая-то другая? А-а-а. Я танцую только саду. Понятно, парит, корректный ответ, который с удовольствием у наших зрителей. Если нас пригласили вдвоем выступить в каком-то проекте и вдвоем танцевать, мы бы, наверное, с удовольствием согласились, но я не хочу танцевать с другой партнершами. Я надеюсь, нас слышат. Я свою люблю. Действительные люди, которые могут сделать предложение. А вам, если мы про кино уже начали говорить, никогда не предлагали сниматься в кино? Нет, пока. Мне многие наши знакомые, друзья, актеры и из этого мира люди, они мне часто говорят, что мне надо играть в кино, но предложений пока как-то не было. А готовность есть, если будет предложение? Я с удовольствием. У меня в детстве это мечта была сыграть в кино. Я бы с удовольствием сыграл в кино. Я, кстати, тоже, если мы возвращаемся к вашему интервью, слышал, что вы в детстве, у вас с 4 лет, да, вы, по-моему, стали на коньки, но энтузиазма не было никакого. У меня нет. У меня до сих пор его иногда нет. Это чувствуется, да, по отказу ехать в Китай из-за плеча. А у вас, Таня? У меня, наверное, обратная ситуация. Я с 4 лет на коньках. Не могу сказать, что у меня сразу получилось. Ну, наверное, воплощение мечты моей мамы, можно так сказать. Потому что она мечтала быть фигуристкой, мечтала заниматься, но у нее не было такой возможности. Я, кстати, видел видео, по-моему, вы выкладывали, где... Маленькое, да. Да, в Инстаграме, где маленькая Таня там... Да, я говорю, зачем ты выставила? Да, секретное видео, и вообще никто не видел. А, то есть это было не санкционированный, да, такой попост? Это просто... Да? Я вообще случайно увидел какое-то видеофайл у нее в ее ноутбуке. И сразу... Ну, когда я посмотрю, смотрю, а там... Нормально у вас там. Ну, я быстренько, пока она не видит, записал там. Угу. И все. И ссоры не было? Да, мы вообще не ссоримся. Ну, хорошо. А бывают у вас ссоры тогда, ну, хорошо, вот с людьми, которые вас тренируют? Ну, конечно. Ну, как, ну, споры, да, это споры. Споры бывают и часто, но это творческий процесс, и спор рождается истина, поэтому спорим и регулярно, и я люблю это делать, я более того скажу. Ну, при подготовке к серьезному турниру у нас возникают очень часто споры. Ну, всегда, там, любой парень, там, не только спортивный, есть, как бы, лидер и ведомый. А у вас кто? Вот как... У нас нет, у нас... Нет, ну, как, ну, всегда же кто-то... Нет, ну, у нас Таня, например, вот, она организатор, она все организационные вопросы решает, она где-то в работе более трудолюбивая, чем я. Я более творческий, то есть у нас вид спорта, мы даже две оценки получаем, техническую и хореографию. Вот я больше вторая оценка, то есть если Таня больше первая, то я больше вторая. Ну, я первая, вместе мы хорошая пара. И вместе мы отличная, единая целая. Татьяна, а был хоть раз какой-нибудь эпизод в биографии, что вы пожалели о том, что встали на коньки? Пожелела? Не было ни разу? Нет, я очень расстроилась, был 2006 год, когда мой партнер предыдущий сломал ногу перед, ну, как бы, в олимпийский сезон. И я понимала, что перелом ноги это очень серьезно, и сколько времени пройдет на восстановление, я не знала. И вот на тот момент я просто задумалась, как же будет дальнейшая карьера. Он потом стал тренером вашим, в общем, да? Да, но мы все-таки выступили на той олимпиаде, и она для меня была первая, это в Турине, вот как раз, когда, и вот, потом уже был дикий восторг, конечно, от участия. Он, конечно, большую роль сыграл в нашей паре, и он нас поставил вместе, и научил многим вещам, то есть ее предыдущий партнер довольно серьезную роль сыграл. А вот какова эта вот работа? То есть вы были на равных, да, катались как бы вместе парой, потом он, условно говоря, ну, тренер это как режиссер и актер, то есть это человек, которому, ну, в известной степени надо подчиняться. Ну, вот не вызывало это какого-то внутреннего протеста? Чего это ты вообще командующий? У меня, конечно, у меня часто, причем я в предыдущей паре чаще выигрывал танец со Стасом, и мне, конечно, было тяжело, что иногда, когда в запале какой-то тренировки, тяжелой борьбы, Стас начинал что-то учить, конечно, мне часто хотелось сказать, да молчи, ты вообще там не знаешь ничего, я тебе лучше катался, и там, и так далее. А потом понимаешь, что не обязательно хорошо кататься, чтобы стать хорошим тренером, поэтому где-то субординация играла свою роль, где-то, где-то иногда мы бывало и ссорились, конечно, я не сдерживал и говорил ему, но Стас сам по себе спокойный очень человек, и я могу сказать ему только спасибо, что он меня терпел, так же, как Нина Михайловна Мозер, что они нас вытерпели. Но я думаю, в итоге все остались довольны. У нас хороший такой тандем. Тандем получился очень хороший, действительно, и тренерский, и спортивный. Вот я уже понял, что с кино у вас вкусы различаются, а вкусы в смысле вкуса, в смысле диеты, вы совпадаете? У вас же есть какая-то диета, да, наверное, чемпионская, нет? Ну, все, наверное, многие, кто меня спрашивает насчет диеты, я отвечаю, что нет, мне, наверное, просто повезло в жизни, как бы. Конечно, я контролирую в каких-то моментах, особенно там уже с возрастом, начинают немножечко появляться лишние килограммы. Но это обычно в летний период, когда можно позволить себе расслабиться. А так, чтобы конкретной диеты я придерживалась, у меня никогда такого и не было. А вы, Максим? Ну, я тоже где-то до 29 лет, до 30, наверное, так же, вот, как Таня. Ну, вот, а сейчас вот, хотя мне 31 еще, но почему-то вот резко после 30 лет я за одно лето поправился после Олимпийских игр. Вот так, прилить для меня это. Может, просто позволили себе больше есть или пить? Ну, я люблю там, да, я не скрываю, что я люблю там выпить пиво, но если у меня нет в следующий день тренировки, конечно, потому что мне просто тяжело потом на тренировке, естественно, если у меня основная задача тренировка, то мне проще от этого отказаться. Но могу после бани, там, в субботу пойти по кружечке с друзьями пропустить. Мы очень ответственные спортсмены, это точно. Да, в этом плане, да. Ну, а как же, ну, надо же все равно, надо как-то стресс снимать. Это же все-таки тренировки, это нагрузки, понятно, что... А я уже не говорю про соревнования, то есть я вообще там уровень... Ну, после соревнований сам Бог велел, у нас сюда есть банкет, санкционированная, скажем так, вечеринка, где немножко себе позволяют там вина выпить, бокал другой там и так далее. И, в принципе, это такая практика довольно известная в нашем виде спорта. Ну, а для нас расслабление, это, наверное, уехать даже на пару дней куда-то в другую страну, либо просто из Москвы. Ну, мы любим, где тепло. Путешествовать. Мы же всю жизнь на льду, поэтому мы любим туда, где тепло. Но в последнее время вот полюбили и в горы ездить. На лыжах или просто в горы? Только приходится на детских горочках, потому что боишься... Ну, травматично, да, здесь это риск, да. Приходится так уже на детских горочках, на небольших спусках. А Новый год где отмечали? Тоже в теплых проявлениях? На Бали. На Бали, о, да. Да, это первый раз. Первый раз, наверное. А вас вообще, в принципе, узнают? Да, когда вместе, очень часто. А по порознению? По порознению бывает, но пореже. Ага, то есть такой... Ну, мы бренд, нас идентифицировать можно только как у Лассажар Траньков. То есть нас не разделяют, люди в сознании не могут разделить нас, поэтому... Это на самом деле здорово, что он так получился. Кстати, такая фамилия очень... Это редко или это на Украине достаточно распространено? Она русская вообще. Был Сажар русская, да? На Украине не очень. Да, я был уверен. Это русская родители. У меня родители, да, родился папа из Нижнего Тагила, мама в Калининграде родилась. Ну, а вы в Днепропетровске приедали. Да, я в Днепропетровске. Папа военный был, да? Отец военный, пришлось переехать. А когда вы последний раз были в Днепропетровске? Вот, на своей родине, скажем так. Я была, сейчас скажу, в 13-м году, в сентябре месяце, на свадьбе своей подруги лучше. А вы тоже поддержите отношения с друзьями, школьной пары или нет? Я общаюсь, мне очень редко это получается, вот, но я общаюсь со своим другом, вот, детство, но это не ж мой одноклассник, то есть это абсолютно человек к спорту, не имеющий никакого отношения, хотя он тоже какое-то время занимался своим катанием, ну, чтобы только научиться кататься, вот, это мой сосед, можно сказать, то есть мы с одного двора, вот, с детства вместе во дворе гуляли, росли, вот, с ним общаюсь, вот. Но, в принципе, всегда рад в интернете, когда мне пишут что-то, мои одноклассники бывшие или какие-то ребята с моего двора, то есть я всегда отвечу, там, спрошу, как дела, то есть мне приятно, когда... Мы про интернет заговорили, мы уже упоминали, инстаграм сегодня, вы вообще активные такие, социальные животные, как это принято говорить, то есть вы в соцсетях? Да, сейчас это, скажем так, тендер, да, или как сказать, тренд, поэтому стараемся быть современными, даже слово тренд не можем выучить, но... Но активные. Но активные, да. У нас помимо традиции кошек пристраивать, Габриэла куда-то, я не знаю, она забилась, по-моему, вас мы потом будем после идти искать. Есть еще другая традиция, мы финишируем такой игрой в правду, не слышали, да, про такой проект? Значит, как это выглядит здесь на фишке четверых цветов? Вообще играть любим, у нас вольные игры. Да? Ну, она, это не совсем, конечно, игра, но в известном смысле... Пусть бы слово «правда» меня не пугает, потому что можно правду не говорить. Значит, здесь вопросы... Мы просто ее обычно вообще не говорим, поэтому сложно будет. Что-то у нас есть общее, так понимаю. Так, значит, по три вопроса вы ответите. Значит, вы вытягиваете фишку, и такого же цвета вы выбираете карточку. На карточке написаны вопросы. Леди Фёрст как? Так, желтая, любую желтую, любую. Читайте вслух. Вам случалось, будучи сильно пьяным, делать что-то ответственное, притворяться абсолютно трезвым? Расскажите, как это было? Как это было? Или такого не было? Не было. Спортсмены не пьют. Да, это точно правда. То, что называется социально одобряемое ответство, то есть ответ, который ждет публика. Хорошо принимается. Так, белый, это свободный вопрос, это на самом деле я вам задам вопрос, пусть на белых карточках такого вопроса не написано. Это не полезло или нет? Я не знаю, я вот про это украшение хотел узнать, что это такое. Почему череп? Это что-то значит? Нет, это вообще ничего не значит, это тренд. Нет, это просто украшение. Нет, ну я думал, мало ли, может быть это вот с каким-нибудь, может это... Да нет, нет. Талисман какой-нибудь, может быть. Нет, просто хороший, как говорится. К стилю подобранный. Да. Хорошо. Блинк. Блинк. Голубый. Так, любую голубую карточку. Это карточки на подумать. Разряд на подумать. Читайте. Вам иногда кажется, что вы умеете большинство... Что вы умнее большинства ваших друзей. Да. Кажется? Да, сразу ответила. А вам? Максим, кажется, что Татьяна умнее большинства своих друзей. А, я думал, про меня. Ну, какие-то да. Нет, ее друзей абсолютно точно на всех. Так, вам предстоят разборки, я чувствую, завтра с кем-нибудь, да. Красная, любой, максимум, любой красный. Читайте. Изменяли ли вы когда-либо своему партнеру, возможно, не текущему? Ну, партнер, кстати, может быть, и по льду не обязательно, но вы понимаете, как хотите. Можно сказать, изменял, потому что если ледовых партнеров брать, то получается... Не изменял я. Никогда не пытался. Мне нравится, что ссоры начинаются. Да, 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 тогда да, нет. Ну, льду изменял. Хорошо. И по финальной выходим на третий. Так, Татьяна снова желтая, да, она идет на желтый. Да, я не знаю, что любили здесь. Вот про домашних животных, да. Умирали ли ваши домашние животные по вашей вине? Да. Да? Наверное, да. Хомячок. Хомячка, которому, к сожалению, замучились моей сестрой. Мы так с ним играли, мы так были счастливы, что он появился у нас. Сколько лет-то вам было? К сожалению. Сестре, наверное, лет 11. Ну, у меня где-то лет 7-8. Печальная история. Да, печальная. Вот я понимаю, откуда Декстур взялся. Я смею. Смеется. Ну, и все-таки финальный. Что я маньяк, я животный. Это тоже желтый, да. Да, надеюсь, мне неловкий вопрос. Вам случалось засыпать на спектакле? В кино, да, в кино. Это, наверное, какую-нибудь мелодраму Татьяна предлагает посмотреть. Я больше того, у меня даже есть история интересная. Когда я только приехал из Перми в Санкт-Петербург, переехал, чтобы тренироваться, меня мой тренер пригласил пойти в Мариинку на балет «Жизель». И мы пришли, у меня для этого не было даже одежды, чтобы в театр пойти. То есть мы пришли, мне там нашли какие-то туфли купили, там все одни одели. И пришли, стали смотреть балет «Жизель». Я первое отделение, все проспал. После этого на второе отделение я уже выспался, но стал его смотреть. И сцена, когда «Жизель» сходит с ума, как это было сыграно. Короче, с тех пор я полюбил балет. И стал ходить на балет и смотреть балет. Потому что тогда мне, вот именно это мое воспоминание, что я уснул. Никто не заснет на выступлении Татьяны и Максима, потому что они чемпионы, потому что они лучшие. Впереди у них много побед. Я желаю вас всяких встреч. Спасибо, что пришли. Спасибо, очень приятно.